Сегодняшняя лекция это на самом деле наполовину не история математики, а наполовину сама математика. Ну причем по временам, разумеется, большая часть будет о математике. О том, каким образом возникла наука под названием математический анализ, который, между прочим, благодаря усилиям Андрея Николаевича Калматорова, это такой был совершенно замечательный, великий человек, с которым очень много на этой пакете связано, был один из самых симпатичных учебок, абсолютно яркий. Например, он замечательен тем, что когда он был примерно в вашем возрасте, в школьном, то запланировал себе жизнь, запланировал он ее следующим образом, там со статьи до статьи, то летом будет заниматься тем-то, тем-то, тем-то. В какой-то момент тогда будет заниматься такой-то наукой и так далее. И потом, на определенный возраст, я запланировал бросить науку и перейти к преподаванию в школе. Вообще, огромное количество детей планируют себе самые разные вещи, но мало у кого эти детские планы так буквально исполняются. Он действительно примерно в том самом возрасте, будучи математиком мирового уровня, почти прекратил активную работу над математикой. То есть продолжал, конечно, что называется, профессионализм никуда не денешь, но огромную часть своих сил потратил абсолютно осознанно на проведение разного рода преобразований в школьной математике, по многому, благодаря именно его усилиям, было создано учреждение, которое сейчас называется СУНЦ, а в свое время называлось 18-й интернат при МГУ, который, между прочим, я оканчивал. И там два года учился, это совершенно замечательные годы моей жизни. Там, что называется, и одноклассники, и преподаватели. Это было совершенно замечательно, и огромное спасибо ему за это, ну и университету тоже, который потом все это поддерживал, но и создателю этого. Я сегодня буду рассказывать о истории математики, о том, как возник математический анализ. Благодаря усилиям Андрея Товарища Калмогорова, математический анализ, а именно, что такое производное, что такое дефинциал, изучали в школе очень много лет, в 80-е, даже 70-е, 80-е, 90-е годы. Сейчас, к сожалению, практически из большинства школ это ушло, потому что считается, что уровень образования надо снижать. Это глубочайшая ошибка. Глубочайшая ошибка, потому что как раз многие вещи, связанные с получением конкретных ответов, можно убирать, да? Какие-то там преобразования сложных выражений, это вещь действительно техническая, и, может быть, действительно таким вещам не стоит учить всех подряд и настойчиво. А вот что такое производное, объяснить надо всем, причем совсем всем. И любой балерине, и любому художнику. Это вещи абсолютно мировоззренческие. И если человек держит в руке мобильный телефон, и при этом готов, не знаю, покрутить его и каких-нибудь луков позвать, то это почему? Это потому, что мы не объяснили научные принципы. Так вот, ребята, математический анализ в школе вовсе не для того был к Ламагоровым введен, чтобы вы виртуозно решали какие-нибудь странные задачи. Нет. А для того, чтобы человек мог изучать физику, посмысленно. Потому что изучение физики, если перед этим вы не узнали, что такое производное и что такое интеграл, это вещь крайне странная. Вот в калмогоровские времена мы объясняли, что скорость – это производное. Ускорение – это вторая производная. Задача о нахождении координаты тела, если известна его скорость, это задача интегрирования. И так далее. Это все можно объяснить буквально за несколько занятий. Но если человек это не знает, то, извините, он все будет делать очень долго, 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 долго и долго. Есть понятие элементарная математика. Это математика, которая не использует понятие предел, понятие производное, понятие интеграл. Так вот, ребята, на все эти самые вопросы о элементарной математике есть одна фраза из биографии практически всех выдающихся ученых. Фраза такая. «Не умеющим интегрировать и дифференцировать я себя не помню». Господа, честно, когда я учился то ли в четвертом, то ли в пятом классе, мне мама дала учебник, я даже сейчас помню название его, «Зайцев» — это элементы высшей математики для техников. Я его прочитал. Я его подал. Не потому, что был гениальным, а потому, что был обычным, нормальным ребенком. Любой человек в четвертом, в пятом классе может прочитать эту книжку. А дальше происходит огромная разница. Все мои сверстники мучились с этой самой элементарной математикой и не понимали, зачем это. А я понимал, что вот есть производное, есть интеграл, есть то, есть то. Ребята, это так же, как изучать географию, при этом принципиально забыв сказать, что Земля крупная. Понимаете? После этого можно очень много делать, можно очень долго делать. Но если принципиальные вещи вам не сказать, совет каждому из вас просто сделать такое усилие и узнать, что такое производное, что такое интеграл. И, соответственно, изучение физики сразу изменится. Где легче всего это все узнать? Ну, моя мама все-таки тогда это не знала. Да и, собственно, эта книжка тогда еще толком не была написана, она только-только возникала. А сейчас есть фейнмановские лекции по физике. Очень советую. Великая книжка. Так вот, ее первый, второй том как раз посвящены эти две книжки рассказу о том, как физика связана с тем, что такое производное, с тем, что такое интеграл. Абсолютно доступный языком, любой, абсолютно четко все поймете. И ваш уровень понимания математики абсолютно весь. Фейнман. Ричард Фейнман. Это великий физик, дважды он укрят Нобелевской премии. Он в какой-то момент просто пришел к студентам и прочитал многотомный курс. Ну, разумеется, лучше прочитать там все томатки. Но для нашей сегодняшней цели это самое начало, где он объясняет, что такое скорость, что такое, понимаете, да? Абсолютно замечательно, понятным языком, фейнман, человек яркий. Вторая вещь – это то, как я, собственно говоря, это выучил и, что называется, вам советую. Значит, повторяю. Учебник математического анализа – только принципиальные вещи для тех умов или еще для чего-нибудь. Вот как человек, закончивый Мехмат, могу сказать, математический анализ Фехтенгольца. Фехтенгольц – это человек, преподававший в педагогическом институте и написавший три тома вот такой вот лечения. Эта книжка абсолютно великая. Почему? Потому что он написан не для студентов Мехмата. Учитель школы математики – это массовая профессия. Поэтому Фехтенгольц вынужден был писать не для 100, 200, 500, самых лучших, самых умных, самых ярких. А он писал для многих-многих-многих десятков тысяч. Да? Для огромного количества студентов и количественных вузов. И поэтому он вынужден был писать понятно. Он вынужден был каждую свою мысль растолковывать. Ребята, три тома, они очень толстые. Но зато они читаются примерно с той же скоростью, что соответствующие дома Толстого, Война и Мира. Понимаете, да? Просто читаешь и все понимаешь. Ну, не буду сейчас заниматься рекламой конкретных учебников математического анализа. Просто скажу, что если вы хотите действительно успехов, то вы можете взять любую из названных книг, а на самом деле любую книгу, написанную не для студентов университета. Потому что надо, чтобы человек адресовался к, с его точки зрения, славному читателю. Потому что тогда вам будет все понятно, и пусть вы прочитаете больше страниц, но зато... Кстати, не думайте, у Фетенгольца по общему объему, пусть по большему и манскому. Это три толстенных тома, и это все содержание. Просто он очень подробно, очень-очень-очень подробно все объяснил.